Всем привет! В этом видео речь пойдет об одной очень полезной программке под названием SD Prompt Reader. Prompt Reader это программка весом всего лишь 16 мегабайт. Она не требует установки, достаточно скачать экзешник и можно пользоваться. Prompt Reader может считывать промпты из изображений, сделанных в большинстве генераторов, таких как Автоматик 11.11, Easy Diffusion, Stable Swarm UI, Focus, InVoke AI, ConfuUI, Novel AI, DriveThings и Neifu. Но только в формате PNG. Для форматов JPEG, Web и Text есть ограничения. То есть чтение в формате JPEG доступно только из генератора Автоматик 11.11, Easy Diffusion, Stable Swarm и Focus. В формате Web только Автоматик 11.11 и Easy Diffusion. В текстовом формате только Автоматик 11.11. Познакомиться с этой информацией вы можете по ссылке в описании. Здесь же нам доступна ссылочка и на скачивание. Нажимаем на активную ссылку в GitHub Release. Здесь крутим вниз. И скачиваем необходимую версию, либо же для MacOS, либо для Windows. Давайте же взглянем на Prompt Reader поближе и разберемся каким пользоваться. Prompt Reader имеет минималистичный, интуитивно понятный и удобный интерфейс, которым легко пользоваться. Его можно развернуть на весь экран. Там можно отмасштабировать размер по желанию. В левой части интерфейса у нас есть поле для изображений. Поместить туда изображение можно путем перетаскивания, а можно кликнуть по этому полю и выбрать изображение вручную. В правой же части интерфейса у нас сосредоточен весь инструментарий, а именно три поля для Prompt, негативного Prompt и настроек. Копировать мы их можем все по отдельности, нажав кнопку «Копировать» напротив каждого поля. Либо же все вместе, нажав кнопочку «Копировать» внизу интерфейсов. После этого мы можем спокойно перейти в веб-интерфейс «Автоматик 11.11» и вставить эту информацию в поле для Prompt и нажать кнопочку «Применить». И соответственно сгенерировать подобное изображение. Также здесь есть сортировка по алфавиту. Если мы нажмем один раз, это будет по возрастанию, второй раз по убыванию. Третий раз возвращаем оригинальный вид. Но это работает для кнопки «Лампочка». Если мы ее включим, весь наш Prompt строится по вертикали. Соответственно, все, что после запятой, переносится на следующую строку. Если мы включим сортировку по алфавиту, видим, что у нас выстраивается все по алфавиту. Если же мы нажмем лампочку в поле для настроек, мы переключимся на так званный Simple Mode – упрощенный вид. Это, конечно, сильно упрощает нам работу, но нужно понимать, что тогда мы в этом варианте не видим используемые апскейлеры и прочую дополнительную информацию. Это нужно учитывать. Также мы можем редактировать эти метаданные. Нажав на кнопку «Редактировать», можно написать, допустим, «Concept Car». После этого мы можем «Сохранить» и выбрать вариант «Сохранение». Можно сохранить новое изображение, а можно перезаписать оригинальное. Давайте перезапишем оригинальное. Все у нас сохранилось. Давайте откроем его по новой. И видим, что у нас сохранилось метаданных Prompt Concept Car в начале промпта. Если же вы не хотите делиться своим промптом больше ни с кем, вы можете стереть все метаданные с этого изображения. Нажав на кнопку «Очистки». Также можно стереть метаданные, как для конкретного изображения, и сохранить его отдельно, либо же перезаписать текущее. Сотрем и перезапишем текущее. Теперь давайте откроем его по новой. И видим, что у нас здесь больше нет никакой информации. Давайте откроем новое изображение. Также у нас есть здесь кнопочка «Экспортировать». Экспортировать мы можем все эти метаданные в текстовый файл. Выберем расположение и напишем название для этого файла, пускай будет «Мета». И сохраним. Вот этот файлик, что мы только что сохранили. Можно видеть, что все метаданные были сохранены в текстовом документе. При работе же с изображениями, сгенерированными в ConfiUI, есть небольшое отличие. Если мы поместим сюда обычное изображение из ConfiUI, видим, что в принципе никакой разницы нет. Это потому, что для генерации мы использовали самый обычный текстовый энкодер. То есть ноду «Clip Text Encode Prompt». Это самая обычная нода. Давайте вернем ее в изначальный вид. Вот такая вот нода. И на выходе мы имеем такой же вид, как и «Автоматик 11.11». Но из-за того, что бывают сложные конфигурации workflow, как у меня, допустим, я использую более сложную модель текстового энкодера, а именно ноду «Clip Text Encode SDXL». Она имеет многоуровневую систему чтения промпта. У нее есть два входящих линка «Clip G» и «Clip L». Если мы подключаем сюда промпт, видим, что у нас здесь есть «Text G» и «Text L». Соответственно, на выходе, если мы закинем сюда сгенерированное подобным образом изображение, мы видим уже отличия. Здесь у нас появились три вкладки новые. «Clip G», «Clip L», «Refiner» и дополнительная кнопка, которая открывает все эти три вкладки одновременно. Для чего это нужно? Если мы хотим сгенерировать подобное изображение, соответственно, нам необходим весь промпт. То есть мы можем скопировать первую часть и вставить в поле для промпта. Но перед этим нужно помнить, что нам необходимо еще и настройки скопировать. Так что вначале мы копируем настройки, вставляем настройки, применяем их. И только после этого мы копируем промпт, дополнительный уровень и негативный промпт, поле для негативного промпта. Все, после этого можно генерировать подобное изображение уже в автоматике 11.11. Но это еще не все. Для ConfiUI существует расширение промпт-ридер в качестве кастомных нод из 9 штук. Установить их можно, перейдя в ConfiUI, Manager, Install Custom Node, пишем SD Prompt Reader и видим, что у нас есть доступные для установки кастомные ноды ConfiUI Prompt Reader. Нажимаем «Установить» и ждем установки. После установки не забываем перезагрузить интерфейс. Ждем полной установки. Интерфейс перезапустился. Для того, чтобы не искать эти ноды вручную, возвращаемся на вкладку с информацией о нодах. Эту ссылочку я оставлю в описании также. и перемещаемся в самый низ и здесь находим Example Workflow. То есть, примеры. Мы можем скачать. И скачанное изображение просто перекидываем в ConfiUI. Это у нас был образец самый простой. Так же здесь есть образец для лоры, RSFIX и SDXL Example. Давайте его еще скачаем. Так, это у нас с простым энкодером и SDXL с SDXL-энкодером. Здесь можно рассмотреть, как это все дело работает и интегрировать в вашу Workflow. Для чего это необходимо? На таких сайтах, как CV.tai, если мы размещаем изображение из ConfiUI, допустим, вот это пускай будет. Здесь мы видим неполный набор функционалов. То есть, в частности, это изображение было апскейлено, а апскейлера здесь не указано. Поэтому, если мы в ConfiUI подключим Prompt Reader и готовое изображение уже опубликуем на CV.tai, то у нас здесь будет указана уже полная информация. А для тех, кто еще не знает, как использовать промпт из CV.tai в ConfiUI, можно напротив надписи Workflow нажать кнопочку ноды, используемые здесь 26 нод. И этот набор нод, то есть Workflow, будет скопирован в пуфер. Просто открываем ConfiUI, очищаем от присутствующих нод и нажимаем просто Ctrl-V. Все. Batman. Batman. Вот таким образом. А если вы видите красную ноду, значит, что эта нода у вас отсутствует. Достаточно открыть менеджер и установить отсутствующие ноды. Автоматически нам предложится установить Ultimate SD Upscale. Пожимаем установить. И перезапускаем. Все, эта нода стала нам доступной. И можно генерировать подобное изображение. SD Prompt Reader является просто незаменимой штукой в повседневной работе с генераторами изображений. Он сэкономит вам просто уйму времени. А этому видео поставь лайк. Подписывайся на канал, если этого еще не сделал. Делись с друзьями. Оставляй комментарий. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok